Добрый день! Я приветствую всех любителей астрологии. И сегодня у нас недельный астропрогноз 13 мая по 19 мая 2024 года. Период достаточно активный и несёт очень благоприятные энергии растущей Луны, которые располагают к своим действиям, положительным результатам. И самое главное, не упускать те возможности, которые происходят у вас в жизненном пространстве. Буквально всю неделю идёт очень благотворный рост растущей Луны, который даёт прогрессивные какие-либо действия, идеи и продвижение во всех сферах деятельности. Буквально с понедельника, с 13 мая у нас будет Луна в неспешном раке, там, где царит энергия стабильности. И это время идеально будет подходить для хорошо отлаженной деятельности любых предприятий. Понедельник он несёт энергии не только рачьей природы, но и льва, знака зодиака. В этот знак Луна переходит у нас в 13.36 по обеденному времени. И будут у нас шестые лунные сутки. И это очень активный день. Можно успеть сделать очень много дел, особенно с утра. Возможно, какие-либо неожиданные события, новости и визиты. Здесь очень благотворный идёт утренний период секстиль к Юпитеру от Луны, который даёт гармоничный, оптимистичный период. Луна также формирует квадратуру к Меркурию с 8 часов утра. И здесь нужно тщательно проверять утренним временем, всё ли вы берёте с собой в дорогу, правильно ли вы структурировали свой рабочий день. И на этом аспекте очень часто можно наблюдать некоторую рассеянность, забывчивость, поэтому будьте внимательны. И с 8 часов утра также Луна выстраивает тригон к Нептуну, который активирует у нас интуицию, даёт нам ситуации, которые мы можем предвидеть, события, которые мы можем заботливо обустроить в этот день. И в этот период, конечно же, деловая чуйка включается очень плодотворно. С 12 часов до 13.30 минут обеденного времени у нас Луна без курса, пока Луна не перейдёт во Льва. И после этого периода Луна выстраивает активную оппозицию к Плутону до 17.30 по Москве. И в этот период возможны либо какие риски, которые могут включаться в вашем дне. Не стоит в это время соглашаться на какие-либо авантюрные проекты, влезать в долги, брать кредиты, заключать договора и контракты, подписывать какие-либо важные документы. Если придётся в этот день, то нужно тщательно проверять. И с 17 часов 34 минут Луна выстраивает тригон к Марсу, и вечер обещает быть достаточно позитивным. И это прекрасное время для деловых новых знакомств, ярких свиданий и незабываемых встреч с друзьями и с противоположным полом. Неплохо для каких-либо интенсивных занятий спортом, пробежек, прогулок на свежем воздухе. Можно также запланировать какие-либо активные приобретения. Будут они тоже очень даже значимыми. И в этот период мы становимся более оптимистичными. И самое главное не реагировать на какие-либо двойственные ситуации, которые может принести планета Марс. Всё пройдёт хорошо, если вы настроены оптимистично. Вторник у нас, 14 мая, Луна будет в знаке Льва. И эта позиция благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям. От организаций спортивных, культурно-массовых мероприятий до каких-либо корпоративных активных действий, направленных на сплочение коллектива. День также будет включать седьмые лунные сутки с 9 часов и 30 минут по Москве. И даёт очень оптимистичный настрой. Здесь седьмые лунные сутки даёт очень хорошую активность, которая включает вторник, которым, в общем-то, управляет планета Марс. Здесь луна с 9 часов с 48 минут в тригоне к Марсу. И это утро очень даже активное. Оно наделено таким бодрым духом на весь день, даёт активный заряд бодрости. И это подходящее время для активного продвижения своих идей, для защиты своих прав, устройства на работу. С 9 часов 50 минут луна выстраивает квадратуру к Венере и может давать проявление какого-либо высокомерия, наигранного драматизма в ситуациях, которые будут включаться в этот период. Когда люди будут склонны привлекать к себе большее внимание, но, возможно, не совсем даже красивыми способами. Квадратура, она не всегда положительно проигрывается и может тянуть, сменить даже имидж на более какой-либо вызывающий, которое может дать даже энергия вычурности. В партнёрских отношениях здесь вероятны какие-либо непонимания, заблуждения. И этот период не самый лучший, возможно, для получения какого-либо такого гармоничного понимания со стороны ваших коллег и оппонентов. Со словами в это время стоит быть очень осторожными, чтобы не нанести обиду и не спровоцировать разрыв отношений, особенно с партнёрами. Ну и также в личных отношениях, в дружеских, в романтических, всё это тоже имеет место быть. Тем более, что весь день будут длиться седьмые лунные сутки, когда любое пожелание или злая речь могут обернуться против тех, кто их произнёс. Очень энергии активные, когда всё буквально воплощается по нашему желанию, по осознанному намерению каких-либо задач. Не слишком в этот период может подходить время для заключения каких-либо контрактов. Могут быть какие-либо непредвиденные проблемы, и они могут быть завуалированы, которые не сразу можно разглядеть. Крупные покупки не рекомендуются при квадратуре Луны и Венеры. Поэтому лучшие крупные приобретения в этот день не стоит приобретать, не стоит уделять этому большое внимание. Лучше отнестись с пониманием к каким-либо гармоническим отношениям по отношению ваших коллег, по отношению ваших близких людей, с которыми вы в контакте. И постараться то, что касается желания не навредить. Вот здесь вот самое главное. Если можешь, помоги, не можешь, не навреди. Вот такой вот девиз этого вторника. Среда, 15 мая, у нас Луна в знаке Льва, и будут восьмые лунные сутки с 10 часов 51 минуты. Восьмой лунный день, он довольно сложный для общения, особенно со своими партнерами. Старые какие-либо незавершенные дела имеют тенденцию в этот день всплывать на поверхность и отнимают много сил и времени. День не совсем подходит для путешествий, для поездок. И в целом, несмотря на то, что Луна все-таки во Льве, может давать конфликтную природу в этот день. Желание все и всех изменить, сделать все по-своему, своенравность включается, свобода. Риск лишних трат может прийти к вашим каким-либо приобретениям, проигрыши в ставках и в спорах. Особенно может быть переоценка своих возможностей. Лучше, конечно же, не рисковать. С 10 часов 58 минут Луна в квадратуре к Урану и также в квадратуре к Венере с ночного времени. Этот период склонен к проявлениям взбалмошенных каких-либо действий, пусканию пыли в глаза, а также созданию ситуаций, при которых придется срочно менять какие-либо ваши планы. На деле это может отражаться весьма пагубно. Не разбрасывайтесь словами и обещаниями и думайте прежде, чем что-либо сказать, чтобы никого не подставить. С 10 часов 50 минут Луна в квадратуре к Солнцу. И это достаточно сложный день для деловой активности. И в этот день у нас еще также Меркурий переходит в знак Тельца. Да, и здесь должны как бы быть энергии более гармоничных отношений. Но вот квадратуры к Солнцу от Луны дают такие неожиданные препятствия, которые в этот день могут утверждать какие-либо совсем непредвиденные обстоятельства. Так как здесь еще и у Луны квадратура к Урану. Здесь нужно быть очень аккуратными с людьми, с которыми вы общаетесь, которые наделены властью, полномочием. Ваши руководящие какие-то органы, они не совсем могут быть в гармонии. Время достаточно конфликтное, когда не только желание и возможности не совпадают, но и разум с чувствами может вступать в очень сильное противоречие. С 15 часов Луна выстраивает квадратуру к Юпитеру и дает проявление какого-либо высокомерия, хвостовства и переоценки своих сил и возможностей, как в финансах, так и в профессиональной деятельности. Здесь очень было бы, кстати, проявить скромность и смирение. На этом аспекте не просто они будут очень желательными, а совершенно необходимыми. Крупные приобретения на это время лучше не планировать. Луна без курса с 8 часов вечера до 12 ночи и вечер предпочтительнее посвятить обычным делам или любому виду отдыха, активному или пассивному, кому что ближе. Тот пустой будет выбирать. Главное привести себя в гармоничное состояние после насыщенной среды, которая дает эти энергии трансформации по 8 лунному дню. Поэтому будьте в этот день склонны принимать все то, что приходит в вашу жизнь и ту трансформацию, которая включает в целом положительные аспекты для того, чтобы мир вам раскрылся навстречу во всей красе. И самое главное, что ту коммуникацию, которую несет Меркурий, перейдя в тельца, это более гармоничные отношения, более материальные. И те отношения, которые будут в вас, и информация будет приходить более значимая, которая касается обыденной жизни. Берите ее себе на заметку, используйте и притворяйте все это в свою жизнь. Меркурий будет в этом знаке в течение месяца, поэтому в знаке тельца и давайте вот эту земную энергию материальных налаживания ресурсных обстоятельств, в том числе и финансовой сферы. Четверг у нас 16 мая, луна в знаке Девы, перешла луна у нас пол первого ночи и включаются у нас в этот день девятые лунные сутки в 12 часов и 11 минут. Луна в знаке Девы дает благоприятное время для кропотливой какой-либо работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все направления финансовой деятельности при серьезном подходе как никогда принесут соответствующее материальное вознаграждение. В этот день очень подходящие энергии в целом для того, чтобы проявить свою ситчивость, внимание к деталям, работа с таблицами, с цифрами, с отчетами. Особенно для проверок, аудитов очень здорово, замечательно. Для ручного труда, для ремесла, а также для учебы и для общения и переговоров, для всякой какой-либо рутинной работы луна в Деве очень даже благоварит. И здесь в этот день луна будет выстраивать оппозицию к Сатурну и она будет создавать на первый взгляд незначительные какие-либо препятствия, придирки, но на преодоление которых придется затратить немало сил. А также придется обратить внимание на все эти мелочи и какие-либо совершенные ранее проступки, которые нужно сейчас будет предотвратить. На оппозиции Сатурна часто всплывают допущения ранее недоделок, опечаток, ошибок, о которых, казалось бы, уже давно все забыли. Но Сатурн припомнит все в этот день как нельзя не кстати и тем не менее все это в итоге нужно искоренить из обыденной рутины для того, чтобы предотвратить какие-либо ошибки, которые могут дать вот это воздаяние по ранее проделанным делам. Какие-то важные дела и встречи на этот день лучше 10 раз продумать, насколько они уместны, насколько вы подготовлены к этим встречам, приобретения, насколько они вам нужны, насколько они финансово доступны для вашего бюджета. Документы, если подписываете, то самое главное в долги не влезать, учитывать свои возможности. Не исключены проблемы по здоровью, обострение хронических заболеваний, травмы, растяжения. Но зато это очень прекрасный день для какой-либо добровольной эскезы, поста или голодания. Некоторые люди могут неожиданно поразить, возможно, даже какой-либо такой черствостью, жестокостью. Здесь лунные энергии в Деве, они не располагают к сентиментальным каким-либо обстоятельствам. И это может, конечно же, пагубно сложиться в ваших межличностных отношениях. Поэтому во взаимодействиях, коммуникациях будьте аккуратны и не столь придирчивы в этот день. Будьте более-менее к своему оппоненту. Включайте вот эти энергии понимания и дружелюбия, самое главное. Ведь все-таки Меркурий перешел в Тельца, значит, все эти земные вопросы, дела и финансы, они могут очень благоприятно разрешиться. Главное найти важный и нужный подход в целом для гармонизации. Не упускайте эти возможности и самое главное, учитывайте все детали. Пятница у нас 17 мая, луна в знаке Девы продолжает свои энергии, которые включают очень хорошее действие для кропотливой работы, для вдумчивых, серьезных отношений, которые в этот день лучше предпринимать. У нас десятые лунные сутки будут с 13 часов и 27 минут обеденного времени. И здесь, конечно же, нужно будет учесть тот факт, что Луна еще оппозицию к Сатурну выстраивает с прошлых суток, поэтому на утро ничего важного лучше не планировать. В это время лучше тщательно выполнять свою работу и не отвлекаясь и не теряя концентрацию. Здесь возможны энергии борьбы за власть и столкновения с законом. Плохо для всех видов каких-либо активных действий в плане с руководящими органами, с чиновниками. Могут быть препятствия, недопонимания, отсрочки, когда, скажем так, чиновники неуступчивые и руководящие органы, в том числе, день не особо благоволит для важных дел. С 13 часов обеденного времени Луна выстраивает тригон к Венере. Это может быть очень прекрасным временем для любых дел. Возможно запланировать важные встречи. Уже теперь в этот период после обеда включать какие-либо важные переговоры и заключение контрактов, договоров. Луна в Деве дает вот эту концентрацию на детальные отношения. Также проявление здесь может быть романтических каких-либо встреч, дружеских посиделок, деловых знакомств. Они будут все очень благоприятными для каких-либо активных взаимодействий. И будет очень практичное время для всех тех дел, которые вы будете решать в этот послеобеденный период. Прекрасное время для проведения презентаций, акций, пиар-акций, посещения концертов, театров для похода в кино. Но неплохой период для освоения новых каких-либо рецептов для приготовления знакомых блюд. Луна в Тригоне к Венере тоже благоволит вот этой деятельности. Посещение салонов красоты порадует своими результатами, если это для вас имеет важное значение. И в целом пятница, она управляется Венерой, то тоже эти энергии будут в благоприятном ключе. С 22 часов Луна выстраивает Тригон к Урану и могут поступить хорошие новости, которые дадут какие-либо продуктивные идеи. И с 23 часов Луна также выстраивает Тригон к Солнцу и включает очень гармоничный ночной период времени, который перетечет в субботний период 18 мая. Итак, у нас суббота 18 мая. Луна у нас будет переходить из знака Девы в знак весов с 13.22 по Москве. У нас будут 11 лунные сутки с 14 часов 42 минут. И это время, которое дает возможность существенно продвинуть свои дела благодаря напору и смелости, которые стоит в этот день продвигать. Дает шанс в этот период время существенно продвинуться в карьере, улучшить все финансовые какие-либо вопросы. И, возможно, те дела, которые касаются именно дел рабочего порядка. Несмотря на то, что это суббота, особенно благополучно это будет происходить в этот период. Самое главное, не включайте высокомерие, заночевость. Наоборот, они помешают вам в партнерских каких-либо договоренностях. Самое главное, использовать те методы, которые дают вам взаимоотношения на гармоничной волне. И здесь с утра мы должны учитывать, что Луна выстраивала тригон к Солнцу еще с ночного времени. И дает также тригон к Юпитеру. Луна в Деве и, образуя вот этот тригон к Юпитеру, дает время разумного оптимизма и радости. С 9 часов 40 минут Луна также включает оппозицию к Нептуну. И на этот период нужно тщательно проверять оформление документов. Покупки должны быть продуманными. И с новыми продуктами будьте осторожны до 12 часов обеденного времени. После 12 часов до половины второго Луна без курса. Это нейтральный период, когда Луна будет переходить из знака Девы в знак Весы. И здесь уже с 13.22 минут Луна будет выстраивать тригон к Плутону. И даст очень подходящее, плодотворное время для любых дел. Для посещения культмассовых каких-либо мероприятий, а также для каких-либо важных, значимых проектов, которые касаются духовности, мест силы, храмы. Прекрасное время для проведения каких-либо молитвенных практик, поминовения предков. Неплохо для крупных приобретений. И с 17 часов 30 минут Луна будет выстраивать оппозицию к Марсу. И вечер может быть не очень таким дружелюбным. Он может быть даже конфликтным и, возможно, травмоопасным. Будьте осторожны на дорогах. Постарайтесь соблюдать нейтралитет, избегать ссоры неадекватных людей. Техника безопасности обязательно, как в отношениях, так и на транспорте. Будьте бдительнее и аккуратнее. В воскресенье у нас 19 мая. Луна в знаке Весы. И это подходящее время для отдыха после напряженной работы, обусловленной Луной в Девой в предыдущем периоде. Лучше всего не начинать чего-либо нового. И лучше завершать быстро ранее начатые спланированные дела. Неплохо очень для плодотворного сотрудничества, для взаимопонимания и для партнерства. У нас 12-е лунные сутки. Они достаточно гармоничные. И они будут включаться у нас 15-57 минут. Конечно же, время воскресного периода дает двойственный какой-либо период, который нужно предусматривать в этом воскресном дне. Луна дает оппозицию с ночного времени до 7 часов вечера, оппозицию к Марсу. И на воскресенье лучше запланировать те дела, которые требуют физического приложения сил. Например, это могут быть и огородные работы, и ремонтные работы, и спортивная активная деятельность, которая будет прорабатывать активную позицию Марса в этот день. Главное не переусердствовать, разумно тратить свои силы. Занятия спортом, пробежки, активные игры на свежем воздухе тоже будут очень даже в тему в этот день. Не забывайте о соблюдении техники безопасности. Не злоупотребляйте этой техникой безопасности. А также будьте аккуратнее с горячей, с острой пищей, с горячительными напитками. С 18.43 минут Луна выстраивает квадратуру к Плутону, и вечер лучше провести спокойные и безопасные для себя обстановки, не ища приключений на свою голову. В это время рекомендуется заниматься уборкой, наведением порядка в тех местах, которые требуют какой-либо тщательной уборки. Подвалы, погреба, это все по Плутону благоволит. Также санузлы, какие-либо там, зарайенные углы, где вы храните какие-либо вещи, которые требуют уборки, разборки, завалов, тех, которые имеют место быть. И в этот день вечернего времени спиртное тоже не будет рекомендоваться, потому как оно не расслабит, а наоборот даст только напряжение. И здесь лучше провести в этот период, возможно, на природе, в вечерний период времени, в спа, и включить какое-либо такое гармоничное состояние, потому как энергии очень активные, марсианские, плутонские в это воскресенье, поэтому они будут давать какие-либо активные действия. Но следует себя перезарядить, ведь 20 мая у нас уже солнышко будет переходить из тельца в знак близнецов. И здесь будет очень активное время включаться у наших близнецов, которые будут активно актуализировать информацию, будет к вам со всех сторон поступать более активно, и взаимодействие, коммуникации будут иметь очень такое плодотворное сотрудничество. Но это все уже будет в понедельник, и главное набраться в сил в воскресенье на следующую неделю. Но об этом мы поговорим уже на следующей неделе. До новых встреч, дорогие мои! И пусть вам эти все подсказки будут во благо. Если они вам были полезны, оставляйте обратную связь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех анонсов на моем канале. Благодарю всех благ! Субтитры сделал DimaTorzok